Для сотрудников госавтоинспекции неделя выдалась насыщенной. Зарегистрировано три ДТП, в результате которых пострадали люди. Выезд со двора на проспекте Музруково стал местом столкновения двух автомобилей. Водитель 98-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2170, так называемые приворы, при выезде из жилой зоны, при повороте налива, не уступила дорога автомашине Ниссан Тиэда под управлением водителя 85-го года рождения, которая двигалась по главной дороге. В результате, в момент раскрытия подушек безопасности, один из водителей получил ушиб головы, а второй – правого предплечья. Еще одна авария произошла на пересечении улиц Гоголя и Маяковского. Две автоледи не поделили перекресток. Водитель автомашины «Фальсваген» на перекрестке нервозадачки дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомашине «Аудио А6». Под управлением водителя, также женщины, 75-го года рождения, которая приближалась по главной дороге. В итоге, одна из женщин получила телесное повреждение. После осмотра врачами ее отпустили домой. В дежурную часть полиции на прошедшей неделе обратилась пожилая женщина с просьбой разыскать телефонных мошенников. Злоумышленник позвонил Саровчанке и представился сотрудником службы безопасности банка, который заметил подозрительную активность в работе банковской карты. Связался уже сотрудник безопасности банка этой карточки, которому карточка принадлежит. Ну, соответственно, и по стандартной схеме сообщила коды, код ЦВВ, который на обратной стороне, ну и произошло, соответственно, с писанием. Женщина назвала персональный код, и спустя несколько дней с отсчета списалась сумма в размере 285 тысяч рублей. Саровчанка ранее слышала о таких преступных схемах, но все равно потеряла бдительность. Чтобы не попасть на такую ловушку мошенников, достаточно знать, что сотрудники службы безопасности не требуют дополнительных данных у клиентов по телефону и не звонят с неизвестных номеров. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.